Доброе утро! Доброе утро! Я соглашусь, потому что это не относится к моему герою. Он может быть недалеким в определенном состоянии, либо с бодуна, либо... Часто ли такое состояние возникает у персонажа? Бывает, да. Просто я же не играю блюстителя порядка и просто полицейские в погонах. Я же играю человека, который живет относительно того, как ему подсказывает сердечко. А сердечко подсказывает по-разному! Да, сердечко подсказывает по-разному, как и всем остальным людям, живущим на планете. Ну, то есть у него есть, конечно, рамки своей профессии, но он периодически за них выходит. Ну, во-первых, потому что это деревня, это его как бы вселенная, и он хозяин, так властелин этой вселенной. Вот. А во-вторых, ну, он такой разный человек в своих проявлениях, он и хитрый, конечно, да, он и где-то очень сильно открытый и очень мнительный. Пьющий, короче. Пьющий, да, конечно, да, не без этого, вот. Но по делу, он к месту пьющий и по делу, и опохмеляющийся тоже по делу. Исключительно по делу. Вот что интересно, как мы поняли, по сценарию деревня Жуки находится в Саратовской области, мы уже вне эфира начали это обсуждать. Но съемки проходили в Калужской, 64 дня съемки, да? Уникальная ситуация. Понятно, почему европейцы снимают условную Москву где-нибудь там. В Варшаве, в Будапеште, где угодно. В Москве тупо дорого очень. А почему Калужскую, Саратовскую область снимали в Калужской области? Ну, знаете, я вот, кстати говоря, вы мне сейчас открыли какую-то тайну. Какую? Что у нас, типа, Саратовская область. На самом деле, я первый раз об этом слышал. Да, не знаю. Вот вы оправдываете своего пьющего персонажа в данном случае, Максима. Вот. Но мы же снимали сначала «Пилот» вообще в Касимове. Вот. И там тоже замечательные места. Но потом вот продюсер и автор Макс Пешков и Сергей Нотариус там искали места другие. Ну, по разным местам ездили. Вот. И нашли замечательное место. И открыли Калужскую область. Открыли Калужскую область, да. Но там просто потрясающие места. Честно говоря, мне напоминает Тоскану. Слушайте, а это живая деревня? Это все живая деревня. Это вообще, я вам так скажу. Вот я просто смотрел на презентации. Когда у нас было-то? Ну, короче, неделю назад. На большом экране смотрел. И я сижу и говорю, вот ребятам, вот сто процентов подумают, что это нарисовано. Но нет ничего нарисованного, кроме надписи «Жуки», да, которые бетонные стоят в этой природе. Ничего нарисовано нет. Все эти панорамы абсолютно живые. И вот эта вот красота, которая простирается туда глубоко-глубоко в горизонт, это все натуральные виды. А это деревни действующие? То есть там живут люди? Или это все-таки съемные такие? Ну, мы снимали в нескольких деревнях. Так. И из вот этих нескольких деревень, кусочков вот этих, да, собрали одну нашу деревню «Жуки». Красота там просто не моя. Слушайте, а вообще, как вы думаете, если бы три реальных программиста выбрались из Москвы, ни разу не выбираясь из Москвы для этого, выбрались, оказались бы вот в такой глухомане, да, что называется? Как долго бы они продержались? Потому что вот даже в трейлере видно, что они почти сразу начинают сходить с ума. То, что, а может быть, еще и вот так? Ну, я думаю, что это вообще просто не исключено, но это реальность. То есть есть альтернативная служба, да, и вполне возможно, что они могут совершенно спокойно три этих кренделя попасть в такие обстоятельства. Вот. Там, в принципе, конечно, есть вымышленный момент, но то есть вы посмотрите, там максимально все приближено к реальности, все эти персонажи абсолютно узнаваемые. Ничего там нет. А давайте перечислим еще несколько персонажей, кто там еще помимо вашего участкового. И трейл геймеров. Кого играет Владимир Епифанцев? Епифанцев играет Толика. Трук. Ну, конечно. Он такой, значит, уголовничек такой, вернувшийся из мест заключения. Вот он играет мужа, значит, продавщицы Ирки, которая, в свою очередь, является моей женой по жизни Екатерина Стулова. Значит, Екатерина Стулова, которая играет Ирку, продавщицу, сельпо. Потом, господи, ты боже мой, я сейчас, это, сейчас. Ну, давайте так, тяжелее быть ярче Толика. Ну, в принципе, пожелать. А если как бы еще Владимир Епифанцев? Да, Толик Епиф, да. Кто еще? Ну, вот у нас три, ну, значит, Виктор Бычков играет батюшку. Вот, Игорь Верник играет... Игорь Верник играет кого? Игорь Верник играет инвестора. Ну, вы даже себе не представляете. Как он это делает? Вы не видели никогда такого Игоря Верника, и что с ним происходит с его персонажем, значит, на протяжении всей истории. Вот, это героизм, на который он отважился, и вообще, молодец большой. Максим, что еще хотел узнать, узнать. Мы видели на премьере вашего сына, Саву, он прилетел на премьеру сериала «Жуки», и мы узнали, что он учится в Англии. Причем, учится в Англии, насколько мы понимаем, тоже по вашим стопам, что называется, на актерском отделении. То есть, почему, в принципе, уезжает учиться за рубеж, понятно, ну, по разным областям, но что касается актерского мастерства, как-то мне наоборот казалось, что многие-то берут пример с нашей театральной системы. Почему такой выбор? Просто любопытно даже стало. Ну, это длинная история. Во-первых, он, конечно, не прилетел специально на премьеру, потому что родители его вообще-то ждали на каникулы, и так он задержался. И так совпало. Да, вот, а так совпало. Ну, это долгая история, просто дело в том, что он учился в английской школе, и учился в Испании в английской школе, потом пришлось учиться в Англии, в английской школе, естественно, вот, и поступил он в университет, сам, на актерский факультет, там, университеты, которые... Ну, у них там все это объединено, у них достаточно сложновато, это у них там все в одном университете, все профессии. Это не так, как у нас там, допустим, режиссеры и актеры, но у нас там еще есть продюсеры, там, еще какой-то, сейчас я не слишком информирован, что там происходит, но он поступил на актерский. И я ему когда сказал, что нужно поступать, там, допустим, в ГИТС или в Амхат, он мне сказал, пап, ты с ума сошел, что ли, я зачем учил язык, только Англия. Ну, он, видимо, уже переключился, как бы он там с 13 лет в этом варится, и он уже строит... Добрый день. К нам просто присоединился. Сейчас мы Антона включим. И он варится в этом, и он, конечно, строит, ну, туда, вот, ну, посмотрим, что получится, но, в общем... Будем ждать, будем ждать, Максим. Ну, а прямо сейчас Антон, с которым мы поздоровались, он какую-то интересную информацию принес, вот вместе будем обсуждать. Так, Антон Кабанов, привет тебе еще раз. Привет еще раз, друзья, привет всем, здравствуйте, Максим. Слушайте, у меня такая нетипичная тема для мужчин. Диета. Вообще, в принципе, Максим, вам приходилось худеть ради роли, и вообще принято ли это в кинематографе в российском? Да, блин, я уже забодался. Худеть ради роли. Приходится периодически, но у меня мало это всегда получается, вот сейчас опять я стараюсь это делать. Худеть имеется в виду, да? Ну, давайте так. Сбрасывайте вес, худеть не сбрасывайте. Максим, ради роли полицейского ведь не нужно было? Ой, там не нужно было. Там наоборот был. Я причем, значит, тут собрался прям серьезно заняться, и Макс Пешков, который там такой вот, он спортивный очень, и футболом увлекается, и я говорю, давай, пожалуйста, будь моим наставником, потому что мне нужен кто-то, кто меня там в бок тыкал там и занимался. Да, 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 да. Вот, он давай-давай, все, собрались это делать, значит, и в результате говорит, ну, если будет продолжение, то опять вместе сорвемся. Слушайте, ну, тогда вам будет интересно узнать, что появилась новая диета, она очень подходит для мужчин, особенно для ленивых мужчин, и разработали ее австрийские ученые. Специалисты утверждают, что следуя этой диете можно похудеть на 4 килограмма за 4 недели. Суть очень проста, она состоит в голодании и употреблении полного рациона. Если в цифрах, то на 36 часов голодания мы можем позволить себе 12 часов полноценного рациона, когда в пищу можно употреблять абсолютно все, что хочется. Предполагается, что именно таким образом питались и наши далекие предки. Правда, это было связано с мамонтами. В первую очередь, в один день они поймали мамонтов, в другой нет. В общем, так и получилось. То есть сутки не есть, Антон? 36 часов, да, не едим. Ну, это нереально. А потом 12 часов, как шаурму, хоп-хоп-хоп, и все, и нормально. Питание, подобным образом, способствует снижению потребляемых калорий, как утверждают австрийские ученые. По оценкам специалистов, количество сокращается как минимум на треть. Человек, сидящий на такой диете, начинает активно терять подкожные запасы, а, соответственно, худеть. И самое главное, на этой диете можно есть все, что хочется, как я уже говорил. Правда, вот не часто, всего лишь раз в 36 часов. Но можно потерпеть. Я вот пока учился в институте, допустим, регулярно сидел на такой диете. Что удалось добыть, то поел. Не удалось, не поел. Ну, это вынужденная история. Ну, это и видно сейчас по вам. То, что не удалось все добыть, что хотелось добыть. Я просто ношу слишком широкую одежду. Просто там не видно всех моих запасов энергетических. В общем, одним словом, ребята, допустим, например, один известный голливудский актер Кристиан Бэйл. Он играл Бэтмена. А, это-то да. Да, он ради роли в фильме «Машинист» сбросил почти 30 килограмм за 4 месяца. Неизвестно, какой диетой пользовался именитый актер. Но, мне кажется, с такой вот ленивой, на такой ленивой системе получится сбросить гораздо быстрее. Антон Кабанов, вернусь через час. Пока. Товарищи, продолжаем движение. Продолжаем общение с актером Максимом Логашкиным. Обсуждаем сериал «Жуки», который уже вот-вот премьера состоится. 2 сентября, да, на телеканале ТНТ. Да, на телеканале ТНТ. Максим, недавно читали, я же не помню, то ли в Инстаграме, то ли в интервью какому-то изданию, в принципе, говорили, что наконец-то с колен поднимается сериальная Россия. Ну, потому что, ну, в плане того, что на, ну, как правило, на ТНТ, ТНТ-премьер, есть ряд еще других тоже платных платформ, где появляются сериалы хорошего такого качества. Но вот пока, как мне кажется, все-таки есть такой комедийный перекос. То есть, если посмотреть последние проекты такие нашумевшие, есть, конечно, «Звоните, Ди Каприо» драматично, хороший проект, но тот же «Би Хэппи», тот же «Домашний арест», те же «Жуки» и многие другие сериалы, все-таки пока комедии, наверное, получаются больше и лучше, наверное, может быть, нет. Но вот что интересно, как вы думаете, вот такое, так много комедий, просто потому что сейчас людям хочется расслабиться вечером и посмотреть что-нибудь, посмеяться, или просто потому что дешевле, проще, больше комедийных авторов? Ну, смотрите, я вам сейчас такую умную штуку скажу. Ну-ка. Что, в общем-то, ну, это мое личное мнение, что шутка – это та же правда, а не какая-то там доля ее там частицы, да, правды. Это настоящая правда, вот. И как бы через юмор донести правду нашего сегодняшнего дня, да. Иногда горькую, иногда. Да, иногда горькую, правильно вы говорите, иногда не горькую, иногда сладкую. Вот. Гораздо интереснее, да, зрителя, что ли, для зрителя по восприятию, да, чем, ну, какую-то тяжелую там драму, да. Потому что тяжелую драму тоже надо еще уметь снять, чтобы она тоже воспринималась легко. Ну, как зрителю, да. Потому что сидеть и у экрана смотреть, как страдают артисты, и самому входить в этот депрессняк, там, допустим, ну, это вообще вот лично не мое. Потому что драма тоже должна восприниматься легко. Но все фильмы, которые вы сейчас назвали, они не совсем, не в полной мере комедии, за исключением жуков. Хотя в жуках там тоже есть такие легкие, щемящие моментики, да, я не скажу, что там огромные какие-то куски, а есть там моментики. Вот. А вот то, что вы назвали, там, и домашний арест, и звоните Декаприо. Ну, Декаприо, Декаприо, это вообще драма, да. Там есть какие-то, за счет некоторых ролей артистов, да, там есть комедийные ситуации. Нет, глобальные это драма, безусловно, да. Вот. Be Happy это тоже не в полной мере комедия. Там комедия может быть только в какой-то степени моего персонажа. И то там тоже есть, я надеюсь, там, какие-то щемящие моменты. Be Happy это вообще, мне вот нравится определение, драматическая комедия. Не драмеди вот это вот, знаете, вот это, а драматическая комедия. Ну, то есть, грубо говоря, это жанр там нашей жизни, да, у нас есть и то, и то, ну. Причем в случае и вот с Be Happy, в случае с домашним арестом, да, который годом ранее вышел, это как бы много юмора на тему нашей политики. И, наверное, по-другому, как бы, ты же не будешь совсем грустно рассказывать о политике. Наверное, там смешного-то мало, но вот действительно, как вы говорите, в таком ключе это подать можно, так что это будет и весело, и понятно, и как бы... Да, домашний арест, он вообще в себя много жанров таких, ну, скажем, вобрал там не то же. Ну, это сатира такая. Ну, это, если уж совсем обобщить, то, ну, да, ну, типа сатира, потому что это на злобу дня, там, тра-та-та, вот это вот все. А что касаемо, вообще, если относиться к этому как к кино, то это, конечно, не чистая комедия, это тоже драматическая комедия, там тоже происходят разные вещи жизни. Максим, а такой вопрос, вот все сериалы, которые мы сейчас перечисляли, это действительно, это достойные произведения кино, искусства, сериального искусства, как угодно. Но ведь далеко не все, что выходит на российское телевидение, таково. Я бы даже сказал, что, наверное, все-таки львиная доля, если брать вот просто хронометраж в минутах, львиная доля, это прям любовная любовь. Это прям вот такое, что ты не понимаешь, зачем это? Было вот у вас такое, когда вы начали сниматься и понимали, что... Ну, любовная любовь, это я лично называю колгота любви. Колгота любви? Да. Вот, это, ну, да, конечно, мне, допустим, это вообще крайняя неделя. Но есть, давайте так, это с уважением, да? Потому что, если это идет, значит, у этого есть своя аудитория, и пусть она, может быть, потихоньку вымывается, вымывается за счет тех картин и такого уровня, которого вы сейчас назвали до этого, да? Но это все равно еще существует, это еще какое-то время останется. И я думаю, что это останется, потому что, ну, чего уж говорить, как бы... Вот кто этот зритель, для этого хозяек? Ну, это, знаете, это такой фон, ну, как бы, стоит там, что-то делает... Режет капусты. Режет гладь, да, и идет это. Я люблю тебя, ты любишь меня. Но вот каждый актер через это вынужден пройти, или нет? Каждый актер через это вынужден пройти. Ну, как понять, вынужден? Ну, кто-то, как бы... Ну, как нет работы, нужны деньги. Вот предлагают. Ну, наверное, конечно, ну, да, может быть, вот. Я там чуть-чуть так прошел по касательной, но тяжело мне было находиться в этой атмосфере, но я так как-то с юмором прошел по этому, но это было давно. Слушайте, в продолжении сериальной темы вы как-то говорили, что принципиально не буду смотреть «Игру престолов», пока вот эта эйфория вся не спадет. Спало или не спало? Да нет, но сейчас чуть-чуть подспадает. У меня вообще, в принципе, касаемо любого такого фильма, будь то он полнометражный в кинотеатрах, да, будь то он сериал. Вот когда просто нереальный ажиотаж, меня вот пугает, честно говоря, ну, такое просто гипермассовое восхищение, что это просто невероятно. И я вот боюсь, я боюсь, что я сейчас начну смотреть, и у меня не пойдет. Вот сейчас, когда чуть подстихнет, успокоятся, все забудут, и я спокойно посмотрю. Так я очень много чего смотрю, просто практически все, что выходит, ну, там, американские сериалы, просто все могу вам в список составить. Давайте вот в список не нужно, но что последнее посмотрели, что могли бы порекомендовать нашим слушателям? Ну, я смотрю там и Рейдонован, но это сейчас выйдет новый сезон, я вообще фанат являюсь, это «Миллиарды», там сейчас «Наследники» идут, «Большая и маленькая ложь», сейчас вышел с Расслоном Крома этот самый «Громкий голос», «Город на холме», я это все рекомендую смотреть, потому что это, ну... Я смотрю, вы любите подзалипнуть в сериальчик, да? Ну, я залипаю, это вот так вот я ночью приезжаю, могу перед сном, да, могу там в поезде или в самолете, но я это смотрю просто запоем. Вот. Ну, то есть, если мне нравится, то я, конечно же, не тоже залипаю, просто я получаю от этого удовольствие. Друзья, мы надеемся, что вы будете не меньше удовольствия получать от сериала «Жуки», который со 2 сентября начинается на телеканале ТНТ, у нас в гостях был... Вы будете его знать как участковый Маслов, мы его знаем как актера Максима Логашкина. Максим, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо большое вам. Хорошего дня всем. Спасибо. Спасибо.